Томсо, ты говоришь, что мы, русские, не принесли вам хороших нравов, а тебе хоть что-нибудь нравится в нашем менталитете и культуре? Твой отец и его братья во время Чеченской войны воевали, говорит, или так же, как ты болтали на базаре? Ну, ответь, пожалуйста, если, например, когда будет Ишкерия, ты будешь давать служебные места своим односельчанам, несмотря на то, что они кадыровцы. Саламу алейкум, ну что, занимаешься ли ты боевыми искусствами? Ну, постоянно, постоянно кого-то бью. Тут ты мне напомнил знаменитое высказывание Шамиля Басаева, когда он после Буденовска давал интервью и сказал, он, говорит, после Буденовска еще никого не убивал. Вот так же, после того чувака с молотком я больше никого не бил, пока не приходилось. Надеялись, что не придется. Томсо, ты говоришь, что мы, русские, не принесли вам хороших нравов, а тебе хоть что-нибудь нравится в нашем менталитете и культуре? Или русские для тебя это разврат, безнравственность, мат и немытые ноги? Нет, ни в коем случае, все русские люди, как и любые другие люди, делятся на людей хороших, нормальных, цивилизованных и откровенные быдла. Но, если мы будем говорить про какие-то ценности, то есть ли что-то, что можно было бы импортировать от вас, нам в частности, то нет. Я думаю, что ничего подобного нет. И это не значит, что у вас нет ничего хорошего. Но то хорошее, что у вас есть, это есть и у нас. То есть, нет ничего нового для нас, что мы могли бы подчеркнуть, вот о чем она говорит. А так, в целом, как бы весь народ списывает, говорит, что там только, все только плохое. Мне ни в коем случае мы этого не говорим. Но, тем не менее, надо понимать, что есть, допустим, маленький народ, который за счет своего консерватизма, он как-то бережет вот эти вот свои ценности, свои нравы, обычаи. И это даже в каких-то ситуациях экстремально помогает этому народу выжить. Как, например, помогло это нам в высылке в 1944 году. И надо понимать, что эти ценности, которые он исповедует, которые он хранит, передает от поколения к поколению, это как минимум очень серьезные высокие ценности. И вот чтобы таким людям дать что-то новое, ну, там такой, тот народ, который хочет дать это новое, он должен над собой очень серьезно как бы работать. Он тоже должен эти свои какие-то ценности их передавать, их модернизировать. Только так возможно. Когда в целом над этим никто не работает, когда культура это картины, это спектакли, а не высокие нравы, то вряд ли что-то можно передать такому народу. Твой отец и его братья во время Чеченской войны воевали, говорит, или так же, как ты болтали на базаре? Ну, на базаре мне пока не приходится. Я наружусь в Ютубе, это не базар, если что, для справки я говорю. Мой отец получил ранение при первой бомбардировке Рискома. Это точную дату я не вспомню, но это декабрь 1994 года. Тогда какая-то делегация приехала, я не помню, то ли журналисты иностранные. И мой отец вместе с еще с несколькими товарищами, они как работники нашего правительства, нашей стороны, они их как бы встретили и разместили. У нас прямо напротив Рискома была гостиница «Кавказ». Они разместили их в этой гостинице, и отец рассказывал, что когда они вышли из этой гостиницы и двинулись в сторону Салмина, у моего отца, у них офис был, их рабочие места были в Салмине. Салмин – это здание, которое было следующее после гостиницы «Кавказ» в сторону моста, в сторону Сунжи. И вот они вышли, значит, и двинулись в сторону Салмина, и в этот момент услышали самолет. И тогда еще, знаете, как-то война, она к нам не пришла, многие вот эти вот, не понимали вот этой опасности. И отец говорит, было зазорно, то есть куда-то вот убежать, лечь, понимаете? Вот это мы еще, находясь в начале, вот эти разговоры на самом деле, там самолеты сбивать палками, это во многом эйфория у нас была, это правда. И вот отец говорил, что мы шли, и каждый, для каждого из них, там несколько человек, для них было зазорно сейчас убежать, куда-то спрятаться там, или лечь. И они вот просто, значит, продолжили движение в этот момент прям по площади этой. Тот сбросил то ли бомбу, то ли ракету, что-то там, ну, ракета, скорее всего. И раз они его слышали, то это самолет был в пике, видимо, это был востребитель. В общем, произошел взрыв, мой отец получил ранение осколком в ключицу, и осколок от рикошетивого ключицы, сломав ключицу, попал в легкое. И вот в таком уже раненом положении мы его обнаружили на следующий день в больнице, она, по-моему, тогда называлась Республиканская, это больница, которая была в конце проспекта Ленина на тот момент. Это Луч, вот в этом районе была эта больница. В общем, это долгая история, если я буду дальше продолжать, это мы слишком долго на этой теме застрянем. В общем, вот так вот мой отец получил ранение, и, по сути, после этого ранения мой отец больше не выкарабкался. Кстати, этот осколок так и не вытащили, мой отец умер с этим осколком в легком. Ответь, пожалуйста, если, например, когда будет Ищхерия, ты будешь давать служебные места своим односельчанам, несмотря на то, что они кадыровцы. Я ни за что не стал бы давать места своим односельчанам, будь они кадыровцы. Вообще надо понимать, что человек, который становится во главе республики или на какой-то ответственный пост в государстве, он теряет вот это вот, вот это право на то, чтобы какие-то вот эти местечковые, как это сказать на русском, узбизмаш, предпочтения, какие-то вот эти, знаете, типа моих односельчан, людей из моего Таипа, моих родственников, вот эти вот все. Он, если человек становится, если его народ избирает, это очень важно, его избрали не его односельчане, а не его однотейповцы или родственники, его избрал народ. Вот если его избирает этот народ, прямыми выборами, там, шурой он избран, неважно, как бы это ни было, этот избранный человек народом, он принадлежит этому народу, поэтому вот эти все предпочтения, там, все, человек должен забыть про какие-то даже вот элементарные чаты, я замечаю, вот мне любят некоторые там свои тейповые чаты, там, и так далее, больше нет, у тебя не может быть тейповых чатов, дорогой друг, ты теперь избранник народа, у тебя должен быть народный чат, а если хочешь там какие-то свои, значит, местечковые вот эти предпочтения, уйди, уйди с поста и занимайся своими предпочтениями, а так, если ты занимаешься вообще общественной деятельностью даже, то ты все-таки принадлежишь этому народу, все имеют на тебя равные права, и ты имеешь также равные права на всех, это я считаю, это очень важное правило, так как есть, к сожалению, злоупотребление каких-то моментов, у нас это было, у нас это сейчас даже во многом присутствует, от этого нужно, конечно же, уходить. Субтитры создавал DimaTorzok